Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем рассказывать Я сегодня продолжаю свой рассказ, вот так надо говорить О пределах бесконечных последовательностей Дошли мы до такого состояния, что выяснили, что оказывается есть последовательности бесконечные То есть это пронумерованные элементы множества чисел Взяли их и пронумеровали, множество чисел, но ее можно пронумеровать Их бесконечно много, но каждую из них можно повесить на нее номерочек Вот, пронумеровали, хорошо, и выяснили, что бывают случаи, когда эти последовательности так содержат свои элементы в такой последовательности Что все они стремятся к некому пределу И стал им объяснять, что же такое предел, как это понять Вот такое было, скажем так, записывается предел Лимит, лимит АН при Н стремящемся к бесконечности равен А Лимит, предел Так вот, это определение можно выговорить обычными человеческими словами Но будет это звучать не очень понятно Вот эти человеческие слова Говорят, что числовая последовательность с общим членом АН имеет пределом конечное число А большое При Н малое, то есть при номере последовательности стремящемся к бесконечности Вот это вот, так сказать, как бы заголовок нашего определения Говорят, что Поговаривают, что числовая последовательность с общим членом АН Что такое общий член АН? АН это формула Которая позволяет по номеру члена последовательности вычислить его значение Например, последовательность такая Единица делить на Н, общий член Помните, да? Первый член был единица делить на единицу Там одна вторая, одна третья, одна четвертая, пятая, шестая, десятая, миллионная и так далее Так вот, говорят, что числовая последовательность с общим членом АН имеет пределом конечное число А При Н стремящемся к бесконечности Если для любого, сколь угодно малого положительного числа Эпсилон больше нуля Существует натуральное число Н большое такое Что? Дальше должен идти слух, да? Вот, если существует для любого Эпсилон больше нуля натуральное число такое что? То Вот такое же число Такое что? Начиная с этого номера С номера Н равного Н большое Все элементы последовательности отличаются от А меньше, чем на Эпсилон Вот на то, сколь угодно малое положительное число То есть находится в Эпсилонокрестности числа А Вот и все Вот и все определение предела Хотите, можем его с самого начала посмотреть Я не знаю, развлечет ли вас это только, да? Можно с самого начала смотреть определение последовательности Но я вам пообещал в прошлый раз Попытаться сделать это определение более понятным и наглядным Дело в том, что его можно записать с помощью неких математических символов Математических иероглифов, как я его обозвал Вот давайте посмотрим на них Вот оно Это определение записано с помощью математических иероглифов Я его успешно читаю Вот мне по нему гораздо проще читать, чем по, так сказать, бумажке, да? Вот давайте сделаем так, чтобы вам было видно и мне, да? Звучит оно так Для любого, сколь угодно малого, положительного числа Эпсилон больше нуля Существует натуральное число Н большое Такое, что для любого Н малого, начиная с номера Н большое Выполняется следующее условие Значит, все элементы АН-ные находятся в пределах Эпсилон-окрестности числа А Ну, давайте вы мне поближе посмотрите Чтобы мне не изгибаться перед экраном Вот оно, такое определение, видите, закорючки, значки Так его расшифровать Давайте попробуем его расшифровать Единственное, что здесь вам понятно Это, наверное, последнее положение Модуль, вот этот, видите, вертикальные палочки В них написано АН-ное минус А большое Так вот этот модуль меньше Эпсилон То есть АН-ное по модулю меньше, чем на Эпсилон, отличается от А большого А все остальное, ну, наверное, за исключением буквки Эпсилон Эпсилон, значков больше, больше или равно, нуля А вот это для вас должно быть незнакомым Вот в аналогичной ситуации Человечество оказалось во времена египтского похода Наполеона Сейчас я вам издалека начну Вот скажите, пожалуйста, были ли вы когда-нибудь в музее изобразительных искусств имени Пушкина на Волхомке? Если были, попробуйте ответить на такой вопрос Что написано над входом в гардероб? Вот сколько я спрашиваю своих живых студентов Все они были в ГМИ имени Пушкина, да, были Один только ответил, что написано над входом в гардероб Над входом в гардероб написано гардероб Но он ответил это не по памяти, он ответил это логически А вот если это так вот взгляду нормальному человеческому предстает То это должно несколько удивить Написано там, ну тут немножко искажено кое-чего на экране Написан этот самый гардероб, правда буквки там стилизованные И вот этот гардероб обведен в такую как бы рамочку С прикрученной к нему палочкой Да, вот такую рамочку обведено Что же за такая рамочка, что она в музее изобразительных искусств Собственно первый, так сказать, просветительский элемент Это надпись в гардероб Первым делом человек идет в гардероб и видит вот эту вот рамочку Да, так сказать, картуш Вот это вот, что это за рамочка такая Дело было вот как Дело было в египетском походе Наполеона Значит, он, Наполеон-то был человеком достаточно образованным Он хотя бы был военный, но и вроде как ему не положено было изучать Какие-то, так сказать, гражданские науки Он все время, каждый момент свободно использовал для изучения чего-нибудь Он старался как можно больше знать И более того, когда он уже второй раз отрекался от престола Вот он, так сказать, радовался этому как состоянию своему новому Вот теперь, мол, я буду свободен от своих дел Значит, какие-то я буду иметь возможности Предаваться наукам Говорит, снаряжу экспедицию Пройду всю Южную Америку, еще чего-то Но, правда, пройти ему не удалось Его отправили на остров Святой Елены Погулять ему по Южной Америке так и не разрешили А то бы он там натворил бы каких-нибудь дел Наверняка политикой бы занялся Привод популярности Стать исследователем было невозможно, конечно Ну, так вот И он взял с собой в Египет ученых Ученых для того, чтобы изучать Древнюю Египет Там были специалисты по истории Ботаники, биологи, геологи, все кто угодно Вот это вот такой новый для европейцев объект Тем более страну древней загадочной культуры Значит, он считал, что нужно обязательно изучить Эти ученые срисовывали иероглифы на египетских надписях Там вот с каким-то, так сказать, исследованием занимались, собирательством Между прочим, он тогда обогатил военную науку Командой особого рода Значит, они путешествовали-то по пустыне фактически Для них самым ценным грузом была вода И вот вода была у него погружена на, так сказать, мулов На мулов была погружена вода И при этих мулах он держал ученых То есть, самая ценная в его экспедиции была вода и ученые И вот в момент начала, так сказать, боя, столкновения с противником Он отдавал приказ мулов и ученых в середину То есть, в самое безопасное место экспозиции Вот, это вот некоторые говорят, что вот он не любил науку Он ученых к мулам приравнил Ничего подобного Просто мулы были гружены водой Гружены водой были Без воды его армия моментально бы погибла А так она погибла, значит, с большим запаздыванием Ну, так вот Местечко есть такое в Древнем Египте Простите, не в Древнем Египте, а в обычном Египте В Египте времен Наполеона Бонапарта Называется оно как-то так вот Розета или Розета Или что-то в этом роде Обычно прилагательное все знают Розетский камень Вот, и я тоже по этому прилагательному знаю Это название этого местечка Значит, наполеоновские саперы что-то там копали И, как говорят, лопата наполеоновского сапера Звякнула, как каменную плиту Вот так вот начался этап Новый этап в изучении Египта С этого звяка Значит, откопали плиту каменную Оказалось, что это была плита Времен Птолемея Царя Птолемея, который правил Египтом Уже после Александра Македонского То есть он был, так сказать Греческого такой культуры человек Птолемей Иллинизированный был уже Египет Там появились всякие, значит, культурные элементы Из Греции Греческий язык появился там Говорящие по-гречески люди Но, тем не менее, там очень много было Населения, знавшего Древнеегипетскую письменность И вот этот Птолемей По какому-то поводу издал какой-то указ И он был в манере того времени Опубликован с помощью надписи на каменной плите И вот эта надпись была сделана на двух языках Это называется билингва Би-лингва Би-два-лингва-язык На двух языках надпись Одна часть была сделана на древнегреческом языке А древнегреческий язык, надо сказать, в ту пору мог Древнегреческую надпись мог в ту пору прочесть любой образованный человек Тогда древнегреческий, равно как и древнелатинский язык Учили практически в каждом, так сказать, серьезном учебном заведении Типа гимназии или университет Это в обязательную программу входило Классическое образование в ту пору А вот другая надпись была сделана египетскими иероглифами Тут же все поняли Что таким образом можно выяснить Смысл древнеегипетских иероглифов Научиться читать древнеегипетские надписи Мы сейчас примерно в такой же ситуации У нас есть надпись на русском языке И есть надпись древнеегипетскими иероглифами Простите И есть надпись математическими иероглифами Сейчас попробуем их расшифровывать Я просто еще хочу вас воодушевить одним примером Помните, был такой Шлиман Хотел сказать, великий ученый Крупный спекулянт хлопком На самом деле он был Ему очень повезло Он жил в то время в России Немец Шлиман Был купцом Жил в России Была у него жена русская Дети русские были И он разбогател Во время войны севера против юга в США В это время из Соединенных Штатов Америки Прекратились поступления хлопка на европейский рынок А он торговал узбекским хлопком И вот на этом деле он сколотил огромное состояние А у него с детства была мечта Открыть Трою Трою откопать Помните? Троя Чудный город Предмет Троянской войны Ну так вот Этот Шлиман для нас интересен совсем другим Он, оказывается, умел Хорошо изучать языки Изучал он Очень таким домашним Своим собственным способом Брал две книги Одну книгу на том языке Что он собирается изучать А другую книгу на одном из тех Которые он знал Он знал очень много языков И таким образом Читая две книги Параллельно сравнивая места Он понимал, что к чему в другом языке И таким образом Познавал новый язык Вот такой был, в общем-то, гениальный человек На самом деле Такой способ не очень Легкий И, в общем, как правило Он не рекомендуется Потому что там совершенно пропадает Фонетическая структура языка Так вот ругают его Но тем не менее Шлиман знал массу языков Русский язык он в том числе Таким же способом изучил И греческий тоже Вот когда он греческий язык изучил Поехал копать Трою Разбогатев в России Он, значит, соответственно Свою тут жену с детьми оставил Греческий нам помогал А там он женился на молодой Гречанке Софии Вот они вместе с ней Трою и раскопали Теперь те сокровища, что он в Трое откопал Хранятся в Пушкинском музее Кстати, они после войны сюда попали Ну так вот Да, не могу удержаться Не рассказать, как он умер Открыватель Трое Он собрался открывать те дворцы раскапывать Которые построили джинны Из сказок «Тысяча одной ночи» Он, значит, ехал в поезде Берлин-Багдад Свежий ветер из окна развивал его волосы Он читал, значит, параллельно на двух языках Сказки «Тысяча одной ночи» на арабском языке И на каком-то еще европейском языке Мечтал, наверное, в голове его Раиль С мечтой откопать эти дворцы Предварительно женився на какой-нибудь молодой красавице Арабке, естественно, вместо красавицы Кричанки Но вот этот ветер его простудил Продуло его, и он умер К сожалению А то бы открыл бы еще какие-нибудь дворцы Джиннами построенные Вот так Ну да ладно Вот сейчас будем пытаться разгадать по этому методу Значит Долго пытались прочитать таким способом Сравнивая греческий текст и древнеегипетский Прочитать египетские иероглифы Ничего Кроме каких-то вот смешных потуг Ничего не было Но человечество повезло Где-то в Париже Как положено было молодому ученому На мансарде Холодной зимой, неотапливаемой мансарде Жил ученый Франсуа Шампальон Он жил там и жил И тоже, естественно, увлекался Разгадкой этой надписи На египетском языке И он обратил внимание Носущий пустяк Оказывается Столько ровно раз Сколько упоминается имя царя Птолемея В греческом тексте Ровно столько раз Встречается вот Почти такая же вот картина Почти такая же рамочка В которой обведены одни и те же иероглифы В греческом В египетском тексте И он подумал Наверное, в эту рамочку Обведено имя царя Птолемея Написанное древнеегипетскими иероглифами И вот с этого фрагмента И началась расшифровка Древнеегипетских надписей Чего только не узнало человечество Про жизнь в Древней Египте Совершенно невероятные вещи И все продолжают там они Узнавать их Совершенно фантастические И анекдотические истории Вот, например, расскажу вам Недавно выяснилось Ну, недавно, это лет 20 назад Как передавалась власть от фараона К его сыну Значит, умирает фараон Его, значит, бальзамируют Тут власть, вроде, должна перейти к его сыну Но тут одна особенность Фараон-то был сыном Бога Это было доказано А вот этот сын-то Это все-таки сын фараона А не сын Бога И тут вдруг приходит Покаянная вдова фараона Мать наследника И признается Каюсь я, говорит, грешница Изменила я, говорит, мужу Своему фараону Да что ж так Как же ты вышел-то Аминхотепно А вот, говорит, как вышел-то Пришел как-то ко мне В покое мои Бог там такой-то Ра, например А он, говорит, Бог Ра Принял образ моего мужа Ну, я-то, говорит, согрешила И вот от этого-то брака Я с Богом Ра И родила-то эту сыночку своего Это вовсе не от фараона От Бога Ра А, ну, это меняет дело Тогда у нас опять будет На престоле сын Бога Хорошо, ну, надо проверить Идут в храм соответствующего Бога И там, значит, следующий спектакль происходит Выезжает, значит, статуя этого Бога И громогласно признает своим сыном Значит, этого А то она не могла признать, боялись мужа живого Да? Вот он пока ходил Ходил, так сказать, пасынком У чужого дядьки А сейчас признали, что сын Бога И вот, начинает править Египтом Вот такие там были порядки Вот это вот Раскопали такие сведения Ну, а мы сейчас попытаемся раскопать сведения о том Что же означают те или иные значки в нашей надписи Вот она, надпись Я ее бодро всегда читаю Для любого, сколько угодно малого Египтома больше нуля Существует натуральное число Н Такое, что для любого Н малого больше Н большого Выполняется следующее условие Вот то условие, что записано за моей головой Неравенство Так вот, давайте сравнивать Вот, давайте смотреть Значит, так Справа русский язык Слева наши абракадабровские иероглифы Значит, по-русски Для любого, сколько угодно малого положительного числа Эпсилон больше нуля Вот, нас спасает то, что фраза Эпсилон больше нуля Что в нашем русском тексте Что в математическом тексте Написано одним и тем же значком Эпсилон больше нуля Вообще, по-русски можно было сказать Для любого положительного числа Эпсилон Ну, Эпсилон больше нуля Это означает, что число положительное Так вот, открывается нам тайна Оказывается, вот эта перевернутая буковка А обозначает значок «любое». Так вот, эта перевернутая буковка А – это очень великая буковка, на самом деле. Это первая буква первого в мире алфавита. Какой первый в мире был алфавит, как вы думаете? Сейчас поди скажете древнегреческий или древнееврейский. Ничего подобного. Первым в мире алфавитом был алфавит финикийский. И вот это первая их буква. Она обозначала звук А. Ну, я не знаю, как уж там финикийцы его выговаривали, может быть, с каким-то там особенным, так сказать, прононсом, но смысл был А. И обозначал этот звук, с этого звука начиналось слово, которое обозначало «быка». Что-то типа Алиф или как-то в этом роде А было. И вот греки всего лишь навсего взяли этого быка за рога. А вы обратите внимание, если покрупнее на этот значок посмотреть, это же как будто бык такая вот, его голова к низу уже, да? И рога торчат сверху, два острых рога. Вот, вот лоб его такой нахохленный. Вот он сейчас вот пока смотрит нас прямо, бодаться не хочет. А вот греки взяли этого быка за рога и повернули ему рогами к низу. Получилась буква Альфа, которая к нам попала тоже, как буква А. И в латинский язык попала, как буква А. И сюда к нам попала уже в неперевернутом виде, как значок «любое». Вот, я вам про финикийцев потом в двух словах скажу, не могу утерпеть, не могу молчать. Должен вам про них доложить одну интересную деталь. Следующее давать интерпретировать фразу. По-русски звучит. Существует натуральное число Н. Вот оно. Существует. Это такая вывернутая наизнанку буква Е печатная, да? Это называется квантор. Квантор существования. Если значок «любое», вот эта перевернутая буква А, а это было как бы, ну, любое, как бы прилагательное, да? То вот это как бы глагол. Существует. Существует. А дальше говорит натуральное число Н. Ну, вот Н мы видим. И видим значок такой, тоже вывернутый наизнанку, буковка Э, да? Это принадлежит. В школе вы с ним сталкиваться должны были, я тоже. Принадлежит. А вот дальше эта вот закорючечка такая, это означает натуральные числа. Множество натуральных чисел. То есть, один, два, три и так далее. То есть, считается так, существует Н, принадлежащее множеству натуральных чисел. Вот что это значит. И следующая строка. Такое, по-русски. А тут двоеточие. То есть, вот некое такое, значит, знак припинания после, так сказать, зачина. Для любого Эпсилона больше нуля существует натуральное Н такое что. Помните, как у нас там было? Такое что. Начиная с номера Н, равного Н. Так звучит по-русски. А вот в нашем математическом языке это звучит немножко по-другому. Значит, не просто вот начиная с номера Н, а для любого, да? Они говорят, для любого. Что значит начиная с номера Н? То есть, для любого Н большего или равного Н большое, да? Для любого Н больше или равного Н большое, следующая строка. Все элементы последовательности отличаются от А, от числа А, меньше, чем на Эпсилон. Стрелочка следствие обозначает. Это более-менее тоже, так сказать, понятно. Типа следовательно, да? Вот, выполняется следующее неравенство, мы можем так сказать. Или сказать так, отличаются от А, меньше, чем на Эпсилон. Или можно еще сказать по-русски, принадлежат Эпсилон окрестность числа А большое. Так вот, в чем прелесть этого утверждения, которое здесь развернутым образом написано. Для любого Эпсилон больше нуля, существует натуральное число Н, такое, что для любого Н малого больше или равного Н, выполняется неравенство. Выполняется неравенство. Для любого Н маленького выполняется неравенство. Давайте попробуем вот с этих иероглифов еще раз сделать перевод. Знаете, на что? У нас было на русском языке определение, да? Теперь на языке иероглифов определение. А давайте попробуем сделать определение, ну, скажем так, на понятийном языке, с которым мы вроде как знакомились в школе, да? Что это значит, говоря попросту? Смотрите-ка. Вот заканчивается наше заклинание неравенством. Заканчивается, вот оно во второй строке стоит. Ну, перед ним, правда, значок следует там, ну, это все понятно. Неравенство. А помните, в школе мы писали неравенство, решали неравенство. Было такое дело? То есть, получается, что это неравенство имеет решение при любом Эпсилон больше нуля. То есть, какой положительный Эпсилон с правой стороны не поставь, можно найти решение. То есть, но решение будет интересно для нас только определенного вида. Н маленькое больше или равно Н большого. Вот какая заковыка здесь, да? Заметили? Н маленькое больше или равно Н большого. Вот. То есть, решение должно быть только такого вида. Ведь решения бывают и другие. Н маленькое меньше Н большого. Нет, такое не годится. Только одно. Больше или равно Н большого. То есть, для любого Н, которое просто превышает некоторые минимальные значения. Если есть решение такого вида, значит, предел существует. Если нет решения такого вида, значит, предел не существует. Вот какая вещь. Я сейчас вас наклоняю вот к чему. Вам трудно, наверное, воспринять эти иероглифы, правда? Значит, все дело вот в чем. Оказывается, я прям не знаю, как вам эту правду даже открыть. Она может произвести на вас потрясение. Значит, все люди, живущие на земном шаре, делятся на две большие категории. Лево-полушарный и право-полушарный. Вот, оказывается, у нас в мозге два полушария. Каждый из полушариев занимается своим делом. Вот, например, правое полушарие. Оно занимается обработкой входной информации. Вот вы слышите мой голос, да? Вот она, этот голос, значит, просто из, как бы, набора звуков разного высоты и, значит, громкости превращает в слова. То есть, вот входной дешифратор. А у большинства людей, пишущих буквами, вот такая есть фраза, у большинства людей, пишущих буквами, вот у меня в частности это именно так, ведущим полушарием является левое. То есть, решение принимает левое полушарие. Процесс входного, значит, обработки входного сигнала и принятие по этому сигналу решения у большинства людей, пишущими буквами, разделен. В разные половинки мозга занимается. Ну, это как будто компьютер с двумя процессорами, да? Понимаете? Вот, так сказать, функции у процессоров разные. А вот у большинства людей, пишущих иероглифами, все наоборот. У них решение принимает правое полушарие. То же самое полушарие, что и занимается входной обработкой. Я регулярно ставлю опыт, такой очень простой, определяю, левополушарный или правополушарный. Мой студент, да? И вот все, кто не такие, как я, то есть правополушарные, они всегда как-то вот отличаются приятно. Это люди, ну, как вам сказать, ну, во-первых, они как к математике очень хорошо относятся, кстати говоря. Это раз. Ну, наверное, потому они мне и нравятся тоже, что к математике хорошо относятся. Во-вторых, во-вторых, это люди как-то очень так, ну, скажем так, тонко чувствующие чего-то. Они какие-то немножко необыкновенные, да? Вот они немножко непонятные для нас. Вот как вот китайцы. Китайцы же иероглифами пишут. Они-то другие какие-то. Вот когда я вас пытался приучить читать иероглифами математической надписи, я как раз вас и пытался, значит, немножко переориентировать ваше мышление, да? Переориентировать работу вашего мозга на старый лад. Так вот, я хочу вам переоткрыть историческую правду. Ведь вот в нашем, ну, скажем так, западном мире египтяне писали иероглифами, да? Это была великая египетская культура, которая нам, для нас источник всяких артефактов, да? Вот археологических объектов и загадок исторических. Они писали иероглифами. То есть, по всей видимости, большинство египтян были какими? Право-полушарными. Не такими, как те, кто пишет буквами. И вот первые, кто писали буквами, два, так сказать, крупных тогда прославившихся народа, это были финикийцы, они же карфагеняне, о которых мы в прошлый раз как-то говорили. А другой народ был греки. И вот они были, в принципе, другими людьми, чем все остальные по мышлению. Понимаете, они отличались от египтян и от других народов, которые писали, скажем, клинописью. Там же не было тоже алфавита в клинописном исполнении надписи. Вот, какая штука была. А финикийцы были первыми коммерсантами. Это первые, кто занялся коммерцией. Их дело было не воевать, не выращивать ячмень. Их дело было где-нибудь найти что-нибудь далеко, закупить, привезти, продать. Вот, коммерции в чистом виде. До этого рынок существовал для того, чтобы, скажем так, свой товар реализовать, поменять над чужой товар. Даже иногда отвезя его, значит, достаточно далеко. И второй такой народ, древние греки, тоже, помните, их толковал вам, что они по всему миру, тогдашнему миру, в Средиземноморье, продавали свое вино. Местным алкоголикам, которые тогда еще быстро алкоголизировались. Видите, вот у греков оказалось два элемента. С одной стороны, тот самый пресловутый фермент в печени, который позволял им не стать быстро алкоголиками. И второе, это то, что они все-таки были уже, оказывается, левополушарными. Такими же, как финикийцы. Вот эта вот левополушарность, она дает какое-то другое мышление. Может быть, менее поэтичное, да, я так вот смотрю на правополушарных-то. Может быть, менее поэтичным мы мыслим, те, кто говорит, те, кто думает левым полушарием. Ну, может быть, как-то вот, ну, нельзя себя ругать-то уж совсем-то. Мы не такие поэты, как они, но все-таки, все-таки какие-то интегралички умеем считать. А вот попытки записать мысль иероглифами, иероглифами, да, вот они нас немножко возвращают в прошлое. В то прошлое, вот до создания алфавитного письма. Такое, вот, так сказать, великое историческое прошлое. И заставляют пытаться нас мыслить вот другими терминами, да. Ну, давайте еще раз, ну, не совсем, чтобы на прощание с этой надписью, посмотрим на нее. Я вам ее попробую прочитать. Не вот она легко читается. Мне вбили в детстве, в студенческом таком вот детстве, вбили способ чтения таких надписей. Для любого, сколь угодно, малого положительного числа ε существует натуральное число n, такое, что для любого n малого, начиная с n большое, выполняется следующее неравенство. А n минуса большое по модулю меньше ε. Вот такое заклинание. И вот сейчас мы попробуем сделать то, что обычно называется так. Доказать, исходя из определения, что предел какой-то там последовательности чему-то равен. Мы с вами уже смаковали последовательность, которая вот за моей спиной сейчас изображена. Последовательность, по сути дела, дробей с разными натуральными знаменателями. Одна первая, то есть единица, одна вторая, одна третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. Одна n-ая, единица длить на n. Вот они. Общий член этой последовательности единица длить на n. Вот так вот эта последовательность размещена на числовой оси. Правее всех, самый большой элемент последовательности единица, одна первая. И потом каждый следующий элемент все ближе и ближе к пределу последовательности, к нулю. То есть нужно нам доказать, что предел этой последовательности с общим членом единицы делить на n равен нулю. Что это значит? Давайте это нашими математическими иероглифами запишем. Для любого, сколь угодно малого епсилон больше нуля, существует натуральное число n такое, что для любого n малого больше n большого выполняется неравенство. Вот оно неравенство. 1n-0 по модулю меньше епсилон. То есть смысл для нас, для, так сказать, знатоков школьной математики таков, что для любого положительного числа епсилон, написанное в нижней строке неравенство, имеет решение вида n маленькое больше или равно некоего натурального числа n большое. Так вот, в области натуральных чисел, значит, решение таково обязательно есть. То есть придется просто решить неравенство. Вот, вот это вот неравенство надо просто-напросто решать. Интересно, осилим решить такое неравенство или нет? Давайте так потренируемся на этом неравенстве сначала. Для начала. Для начала потренируемся. Это очень простое неравенство. Кстати, мы тут фактически сопрягаем два дела. Одно называется так. Значит, доказательство, исходя из определения, что предел последовательности с общим членом единицы делить на n равен нулю, это одно. А второе, мы, собственно, доказываем, это же теорема такая, что предел этой последовательности равен нулю. Это очень, на самом деле, существенная теорема для тех, кто доказывает значение пределов, чему равно. Вот это вот она, такая вот теоремка. Ну, давайте поглядим, как это делается. Значит, надо здесь решать это неравенство. Модуль. Что это такое за штука? Вот эти палочки вертикальные прямые, значит, говорят, модуль математики любят говорить, а школьники это больше привыкли называть абсолютная величина. Вспомните, что такое абсолютная величина числа? Вот ставьте число 5. Какая его абсолютная величина? 5. А число минус 10. Какая его абсолютная величина? 10. То есть это расстояние, на котором число находится от начала отсчета на числовой оси. От нуля, от нулевого, от ничего. Это что же получается тогда? Значит, так. Модуль будет равен самому числу, если число положительное. Или нулевое, скажем так. И минус самому числу, если число отрицательное. Вот видите, модуль минус 10, это 10. То есть это минус минус 10. Слово такое, знаете, минус на минус дает плюс. Вот фразочка такая вот. Вот с детства в биза и в голову. Тем, до кого плохо заходило, вот одна учительница объясняла так. Ну вот враг моего врага, мой друг. Вот поэтому минус на минус дает плюс. Ну ладно. Значит, будем решать это неравенство? Не возражаете? Значит, модуль какое число? Единица делить на н. Ну, это число явно положительное. Правда? Потому что н, это называется натуральные числа. Из области натуральных числ это решение. То есть это число, начиная с единицы. Один, два, три и так далее. Как ни дели единицу на любое положительное число, все получится. Положительное число. Некая положительная дробь. Да? Минус ноль. Ну, минус ноль это ничего. Это ноль. Ну что ж, получается. Получается вот что. Единица на н меньше эпсилон. Глядите-ка. Я еще вам вспомним детство называется. Напомнил пропорцию. Единица делить на н меньше эпсилон делить на единицу. Вспомнили, как с пропорциями поступали в свое время? Говорили так, что если перемножить крест-накрест, то получится вот равенство. В нашем случае пропорция у нас входит в неравенство. У нас как бы пропорциональное неравенство. Вот если крест-накрест множить, единицу на единицу, а н на эпсилон. Вот получается единица на единицу меньше, чем н умножить на эпсилон. Но если н умножить на эпсилон больше, чем единица, то значит, н больше, чем единица на эпсилон. Все. Тайна раскрыта. Действительно, уравнение неравенства это имеет требуемое решение. Да? Вот оно имеет такое решение, которое нам нужно. видо такого вот. Действительно, можно себе найти всегда натуральное число. Какое бы сколь угодно малое не было у нас эпсилон, дробь единицы на эпсилон будет таким числом. Правда? Вот одна... тридцатая. Хорошо. Единицу делить на одну тридцатую. Это будет тридцать. Число, начиная, например, с чего там получается-то? С тридцати одного уже будет удовлетворять нашему неравенству. Да? Начиная с n, большое, равно тридцати одному, вот неравенство будет выполняться для этой эпсилон. А если взять такое число, например, ну, эпсилон равняется, например, одной... Так, единица делить на... Ну, две седьмых пускай будет. Эпсилон две седьмых, к примеру. Будет иметь решение или не будет? Так, единица делить на две седьмых. Это что? Надо перевернуть дробь. Семь вторых. Три с половиной. То есть, следующее за ним число, целое, четыре, уже будет удовлетворять нашему неравенству. То есть, начиная с n, равного четырех, все натуральные числа нашему неравенству удовлетворяют. То есть, вот, начиная с номера четыре, все элементы последовательности будут отличаться от нуля меньше, чем на эпсилон, равное... Сколько там? Две седьмых? Меньше, чем на две седьмых. Вот так. То есть, мы действительно доказали, что данное неравенство имеет решение требуемого вида. Вот что мы доказывали. То есть, этот факт нами, к счастью, доказан. Значит, доказана, собственно, первая теоремка. Я даже как-то вас не объявлял, вам не объявлял, не пытался вас запугивать. Но мы доказали, что предел последовательности с общим членом единицы на n равен нулю. Это когда-то может нам пригодиться, может нам аукнуться положительно. Теперь хочу вас порадовать. Знаете, чем порадовать? Ну, порадовать вас очень просто. Вот вы, например, экономисты, да, в душе, к примеру. Вы не заканчивали технического вуза. И вот радуйтесь, чего с вами не случилось, чего с вами не было такого. Радуйтесь тому, что вы не попали в технический вуз когда-то. Значит, я вам сейчас покажу излюбленное занятие молодых студентов-технарей на высшей математике. Их заставляют, эти самые злостные преподаватели, доказывать, исходя из определения, чему равен тот или иной предел последовательности. Вот, например, возьмут вот такой вот предел. Вот такую последовательность, простите. Вот, последовательность с общим членом, говорят так. Вот он. Общий член вот такой вот этой последовательности дробь. Уму непостижимо, правда? 5 умножить на n квадрат плюс 6n плюс 5. Это числитель и знаменатель. 4n квадрат плюс 3n плюс 2. Как вы думаете, чему равен предел этой последовательности при n, стремящемся к бесконечности? И существует ли он вообще? То есть надо это доказать, исходя из определения, что он существует? Или просто доказать, чему он равен? Как вы думаете, чему равен предел вот такой вот последовательности? Посмотрите, вот такая последовательность. Каков ее предел? Полюбуйтесь-ка на нее. Догадаетесь или не догадаетесь? Я там не буду пока говорить до следующего занятия. Может быть, догадаетесь. Догадаться на самом деле очень просто. Но я надеюсь, так вам запудрил мозги, что вы не догадаетесь без моей помощи. Я вот вам всяким языкам учил, таким, так сказать, вымершим, древним. Так, что я хочу вам сказать? Для чего вся эта экскурсия в изначально мертвый математический язык, на котором никто не говорит, а только пишут, для чего она была проведена? Вот смотрите, понятие о том, что такое предел, да? Словами было формулировано. Ну, по-моему, до души оно плохо должно доходить. Я попытался вам его записать иероглифами. Попытался объяснить смысл этих математических иероглифов, то есть логических символов, так это что говорят. Попытаться, попытался, и мне кажется, что вот в символьной такой записи очень хорошо становится понятен смысл определения предела. А смысл определения предела вот в чем заключается. Он заключается в том, что, оказывается, требуется всего лишь навсего выяснить, имеет ли неравенство решение определенного вида. Неравенство такое, значит, общий член последовательности минус предел, в случае этого, например, предела был общий член последовательности единицы на n, а пределом было число 0, имеет ли это неравенство, где меньше ε, где ε, любое положительное число, имеет ли это неравенство решение требуемого вида, то есть начиная с некоторого n, все n удовлетворяют этому неравенству или не имеют. Если имеет, все хорошо, есть предел. Если не имеет, предела нет. Вот таким образом, вот от каких-то таких длинных разговоров с картинками, с какими-то пояснениями, объяснениями, удалось перейти к более или менее понятной материи. Ну, понятной, по крайней мере, для ученика школы, что неравенство-то как-то кто-то где-то решить-то может. Вот в школьнике решают неравенство. Всего лишь навсего мы опустили этот такой расплывчатый вопрос из области анализа бесконечно малых величин до разговоров о решении в школьных неравенствах. Я жду с вами новой встречи. Надеюсь вам что-нибудь еще рассказать. Желаю вам всего наилучшего. Удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok